Загляни в лавку rpgdon.com, покупай сувенир из любимой игры и обновись! Ссылка под видео! На самом деле это легкий вопрос и сегодня постараюсь ответить на него максимально кратко и максимально понятно для новичков. Ответ звучит так. Просто играй тем, кто тебе понравился визуально в пвп или в пве роликах, чтобы было по кайфу его развивать и учиться играть на нем, хотелось каждый раз при загрузке игры. Но чтобы было легче понять какой класс что может, постараюсь описать каждый класс по своим наблюдениям в дуэлях, в пве и в осадных сражениях. Сразу извиняюсь за сленг ММО. Для тех, кто впервые сталкивается с этим жанром, постараюсь поменьше к нему прибегать, дабы никого не запутать. Начнем с первого персонажа, который добавили последний. Это Лан. В пве это быстрое и комфортное убийство монстров. У нее огромный урон плюс бешеная мобильность. Фармить монстров ею одно удовольствие, так как при атаке вперед она еще и цепляет своими мечами боковые цели. Что касается пвп, то главным ее преимуществом является захват цели, который дается с расстояния двух метров и в радиусе 180 градусов перед собой. В отличии от всех остальных классов с захватом, это явный фаворит. Также можно отметить боковые блинки с неуязвимостью, а еще полет на колоссальное расстояние как для отхода, чтобы восстановить здоровье, так и для сближения с целью. При ранном эквипе, если Лан уже поймала врага, то шансов выжить у него мало. Урон в пвп у Лан такой же огромный, как и в пве. Я бы сказал идеальный класс для дуэли и схваток с небольшим количеством людей. У самой же броня почти отсутствует, умирает очень быстро, сравнил бы ее по выживаемости с темным рыцарем, луком, либо колдуней. Что касается массовых схваток, тут все просто, нельзя залетать в самый замес, а действовать нужно аккуратно по флангам, либо всегда со спины. Вообще класс не для врывников, а скорее что-то вроде ассасина из других игр. Второй персонаж Фурия. Пв я считаю универсальным классом, может приспособиться к любому споту в этой игре. Для тех, кто не знает, что такое спот, это место, где убивают монстров. К примеру, полянка, либо какой-то определенный круг в локации, в которой вы бегаете и фармите мобов. Огромный урон, хотя многие утверждают, что его не хватает, но при прожатии правильных комбинаций Фурия защищает любых мобов. Также отмечу откат захвата всего лишь 7 секунд и бешеную мобильность. Она похожа на леопарда, который двигается своими прыжками. Обладает шикарным дебафом на минус скорость атаки и передвижения, может долго держать цель в контроле, ну и конечно же всеми любимая стяжечка дракона, из которой только один или два класса могут выбраться. Масс ПВП эта стяжка зачастую решает исход боев. Идеальный класс для дуэлей, масс ПВП и небольших стычек. Также может выступать в роли контроллера, скажем отличного саппорта под напарником с большим уроном. Огромная выживаемость особенно против классов, которые бьют магической атакой. Такие как колдунья, волшебник, волшебница, ДК, темный эльф. Минусов у этого класса я не нашел. И в этом многие со мной согласятся. Ставь лайк, если тоже нравятся драконы, как и мне. Мммм, Смаук. Следующий у нас на очереди Страйкер. Очень похож визуально на фурию по ударам ногами и руками. Как будто из одной школы боевых искусств вышли, только разных половчаров. Именно Страйкер подходит для тех людей, кто любит сломя голову ворваться в самую гущу и уже там раздать свой огромный урон. ПВЕ не очень мобилен, но вполне без напряга, с удобством фармит все споты. Пожалуй кроме одного, это Гистрии. Но до Гистрии вам очень далеко, да и есть аналогичный спот под названием Анокрион. Благодаря вызванным иллюзиям на фарме, ему не надо добивать монстров, которые оказываются за спиной либо сбоку. Все за него сделают его помощники. Хочу сравнить его с фурией. В отличии от фурии у Страйкер непостепенный урон, а именно спонтанный и выдержанный. Также обладает захватом. К примеру Страйкер может отлично под кого либо сыграть, выждав небольшую паузу. Затем выбрав хороший угол для врыва, зайти туда с прыжка и опять же вызвать помощников либо дать невероятно сильный скилл, все его называют удар пяточкой. После такого врыва враги рассыпятся как кегли. Также у Страйкера есть захват, а выживаемость еще лучше чем у фурии, но он медлительнее. Идеальный класс для масс ПВП. Отлично может постоять за себя в дуэлях, а также в небольших стычках может сыграть роль главного танка, либо врывника с большим уроном в сопровождении саппорта напарника. Куна Ичи. Класс подойдет тем кто любит дуэли либо небольшие стычки, но в масс ПВП она дерется в основном по флангам, либо в невидимости перед боем пытается выцепить загулявшего врага вдали от своих соклановцев. Что касается фарма монстров, придется прожимать много кнопочек. Не могу сказать, что она плохо дамажит, просто на жирных монстрах будешь быстро от этого уставать. Хотя кому-то нравится такой экшен в убийстве мобов. Превосходный класс в дуэлях 1 на 1. Одна из лучших. Пожалуй сюда же можно сопоставить ниндзю. На мой взгляд преимущество Куна Ичи в ее передвижении скиллами с блоком спереди. При этом благодаря ее оружию и навыкам она может быть очень мобильной. Также ее комбинации позволяют долгое время держать противника на земле. Во второй стойке есть захват. Самое опасное для меня это ее передвижение скиллом с инвизом. Она то появляется, то исчезает, тем самым напрягая и приближаясь, чтобы дать контроль за спину захватом. Ну а потом уже выдать большой урон. Ниндзя. Мобильность у данного класса как и у Куна Ичи хорошая. Но в дуэлях я заметил, что прессинг от ниндзи куда предсказуемее чем от Куна Ичи из-за площади поражения скиллом. По ПВЕ еще тяжелее чем Куна Ичи. Нажимать нужно так же много кнопок и при этом нету объемных ударов. Идеально подходит для дуэли, а так же небольших стычек с врагами. Тактика в масс пвп такая же как и в Куна Ичи. Выискивать отдельные цели. Бешеный урон, но точечный и длительные контроли. Может показать себя идеальный саппорт машиной. К примеру в пати со страйкером. Темный эльф. Она же ДК. В ПВЕ персонаж невероятно мобилен и быстр на слабых монстрах. Ну и залить паровоз из толстеньких монстров хватит урона. Когда темный рыцарь вышла в свет, она делала очень много шума в турнирах 2 на 2 и на осадах. Все потому, что в пвп обладают шикарной скоростью, мобильностью, а умения позволяют держать врага на небольшом расстоянии и при этом издалека заливать уроном. Но после ввода фурии и страйкера, появилась куча неприятных моментов из-за магической атаки темного рыцаря. И она стала менее популярной. Ведь как мы знаем, у фурии и страйкера повышенная магическая защита. Теперь ею сложнее быть в топах по убийствам на осадах, а на турнирах ей очень тяжело из-за отсутствия захвата. Этот класс я бы рекомендовал любителям лучников из других игр. Дарк Найт полностью им соответствует. Но если вы хотите выигрывать большинство дуэлей 1 на 1, вам придется идеально применять скиллы и использовать обе стойки. В масс пвп очень легко заходит спину вражескому рейду и постоянно напрягает заливками издалека. Имеет шустрые боковые блинки, но в то же время один из самых картонных персонажей в игре. Волшебник и волшебница. Тут можно описать сразу два класса вместе, так как они очень похожи. Отличий лишь в одном. У дедули есть захват. Оба класса очень полезны и важны на осадах, так как огромный радиус поражения и дальность умений. Из первой стойки могут кинуть издалека метеорит, который опрокидывает, и нанести урон, а также ледяной дождь. Имеется у них массовые хилы с откатом в 15 секунд. То есть может выступать как саппорт, плюс есть купол. Купол это неуязвимость, которую он накладывает рандомным образом на 10 союзников. Купол висит 8 секунд, откатывается 2,5 минуты. Есть у них два вызываемых питомца, которые бьют автоатакой, а также находясь возле призывателя, впитывают в себя часть урона, что повышает выживаемость хозяина. В ПВЕ им очень легко и не устаешь от долгого фарма. А также призывные питомцы агрят на себя дополнительных монстров, что увеличивает скорость фарма. Что касается дуэлей, то тут все плохо. Либо ты сутками учишься драться против всех классов, изучая каждый нюанс, и при этом тренируешь все скиллы из первой и второй стойки, либо при виде врага просто меняешь канал. Также, как я и рассказывал ранее, у них снижен урон по страйкерам и фуриям из-за повышенного маг-дефа. А еще в масс-пвп могут хорошо продебафать от 10 вражеских целей так называемой цепной молнией. Валькирия. Тяжело ей дается фарм из-за большого количества прожимания кнопочек. Удары наносит только перед собой. Все привыкли ее называть по большей части саппорт-героем, либо танком, но она имеет большой урон, хоть и точечный. И, конечно же, у нее есть стяжечка. Ульта Валькирии в игре одна из самых сильных, но правильно применить ее очень сложно, так как время каста долгое. Персонаж требует большого количества тренировок и изучения механики скиллов. Нужно планировать тактику в различных ситуациях. Имеется захвата и блок, который пробивается с трудом, но в этом блоке она немобильна. Либо стоит на месте, либо ходит пешком. В масс-пвп незаменимый саппорт из-за стяжки и отвлечения внимания. Но, несмотря на ярлык танка саппорта, делает хороший киллкаунт на осадах, благодаря своей выживаемости. Дуэли на этом классе понравятся не всем. Только для любителей попотеть и досконально изучить врага. Воин. В пве себя чувствует хорошо. В отличие от Валькирии, у него есть круговые удары, поэтому с убийством монстров там все намного проще. Также имеется блок и захват. Огромная выживаемость, очень сильная ульта и я бы отметил мобильность с блоками. Есть страшный дебаф, после которого мало кому удается уйти. В дуэлях 1 на 1, как и Валькирия, требует мастерства и большого опыта. Урон на скиллах у него очень большой, из-за огромной меткости на 100% шансов крита. Масс пвп себя ведет больше как персонаж атакующий фланги. Либо если одет в защиту, то работает как отвлекающий внимание. Хотя есть умельцы, которые могут выживать в центре замеса и перед смертью успевают дать парочку мощных скиллов, забрав немало противников. От себя я еще добавлю, что в дуэлях против воинов я заметил, кто очень хорошо переключается между первой и второй стойкой. Постоянно использует весь свой потенциал. Просто превосходно отыгрывают на этом персонаже. Сакура, она же Маэва. В пвп очень мобильный класс из-за быстрых блинков. Но удары наносит только перед собой. Поэтому придется немало попотеть, если монстры довольно жирные для вашей экипировки. Но при этом имеет колоссальные преимущества на полянах со слабыми мобами. В пвп большой урон, но нет захвата, поэтому в основном вся игра строится на кайте. Благодаря блинкам с постоянной устойчивостью и невредимостью раз в 3 секунды, а также мгновенной контратаке ее можно сравнить со змеей. Недаром у нее пробужденное оружие называется змеиное копье. Масс пвп убивает врагов по флангам, либо отставших от основного рейда. Кто хорошо уже управляется с персонажем, те могут быстренько либо объехать, либо пролететь сквозь персонажи и зайти в спину врагам. Ее очень тяжело в дуэлях против классов мобильных и имеющих захват. Хорошо играет под контроль. То есть если есть напарник на фурии, к примеру, которая зайдет, раздаст контроли, то змея ворвется и ужалит. Ее ульта просто стирает врагов в порошок. Огромный минус Маэвы – плохая выживаемость. Добавлю от себя, что Сакура может просто измотать своего оппонента и дождаться ошибки, после чего пойдет в контратаку и выигрывает бой. Мастер меча или так называемый блейдер. В отличие от Сакуры в пве ему гораздо проще, так как круговыми скиллами он забирает монстр куда быстрее и точно так же стремительно перемещается с устойчивостью на блинке. В пвп есть умельцы, которые изредка используют слуг для ошеломления, а затем быстренько сближаются с врагом и контролят его дальше. Захвата у него тоже нет. В масс пвп также атакуют фланги, либо врываются в спины врагам. Ульта наносит поменьше урона, чем у Сакуры. Также тяжело им сражаться против классов с захватами. Мистик, она же Тамер. Маленькая и красивая бесстрашная девочка с боевым шестом и верным другом львом. В пвп отлично себя чувствует, благодаря льву агрит на себя в два раза больше целей, как и волшебник и волшебница. Но на толстых монстрах вам придется нажимать много кнопочек. Средняя мобильность, умеет прыгать на шесте, преодолевая немалое расстояние, при этом находиться в устойчивости. Управляя львом, можно направлять его атаки. Также лев яростно защищает хозяйку. Если вы законтролите мистика, то лев может отвлечь на себя внимание, дав вам контроль в ответ. Что касается в масс пвп, то Тамерам тяжело заходить в гущу событий. Она также держится возле флангов, имеет большой точечный урон и долгий раскаст. Ультимейт наносит приличный урон. В пвп один на один нужен огромный опыт владения персонажем. В небольших стычках может проявить себя хорошим инициатором, а также напарником, раздающим контроли под урон того же, к примеру, страйкера или сакуры. Хорошая выживаемость, но не такая, как у страйкера фурии. Лучница. Универсальный персонаж в плане пве. Может фармить как в первой стойке, с луком, так и во второй с кинжалами. Практически одинаково. Слабая мобильность и очень плохая выживаемость. Имеет захват. В дуэлях понадобится большой опыт и постоянное переключение между первой и второй стойками. Действует в основном от кайта, но все зависит от соперника. В первой стойке есть так называемый дробовик. Это град стрел огненного цвета, выпускаемый перед собой. Класс больше подходит под заливку урона, если кто-то законтролил цель. Масс пвп также действует с флангов, но благодаря спаму дальних скиллов можно выбрать позицию, в которой вас не контролят, и помогать заливать в гущу событий. Колдунья. Отличный класс для пве с большим уроном и легкой управляемостью. Очень слабая выживаемость. В дуэлях требует огромного опыта, причем именно опыта использования комбинаций своего персонажа. Ей нужно постоянно находиться в прыжках с устойчивостью, либо с неуязвимостью, и при этом наблюдать за расходом стамины. Огромный урон в пвп. Больше играет как демедж дилер, чем контроллер. Есть хайт. Очень слабая мобильность на дальнее расстояние, но в небольшом радиусе ее трудно поймать. В масс пвп может отлично отвлекать на себя внимание, или вырезать врагов по флангам. А также зайдя за спину, вражеского рейда может кинуть контроль и убить. Ульта стягивает врагов в одну точку, но выбраться оттуда довольно-таки легко. Ульта у нее больше похожа на стяжку энигмы, если вы играли в доту. Гигант. В пве большой урон и массовость скиллов. Имеет 4 захвата и огромную мобильность. Плюс умеет летать на пушке. Огромная выживаемость за счет брони. А также большого количества хп. Имеет 2 отхила, и при их заюзе находится в устойчивости, либо в блоке спереди. Пвп 1 на 1 требует огромного опыта и знания скиллов врага. А также нужно научиться быстро перемещаться благодаря правильной комбинации своих умений. Насчет небольших стычек отлично показывает себя как инициатор, так и контроллер. Но если понадобится, может зайти под кого-то, где уже раздали контроли, и просто стереть врага. Если нужно, может легко выступить в плане заливки урона. В масс пвп всегда в гуще событий. Вот такое поверхностное мнение я смог составить по классам. Но как всегда, ребята, решать вам, кого же выбрать. На канале есть куча видео по разным классам. Как 2 года назад, когда я снимал похожий видос. Так и сейчас я придерживаюсь того же самого мнения. Нужно играть тем классом, который вам нравится. Никого не слушать. Сегодня класс имба, а завтра его уже порежут. Но чтобы не расстраиваться разными фиксами, нужно любить свой класс и кайфовать играя на нем. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, а также можно поддержать наш канал, оформив платную подписку и получить доступ к прикольным смайликам канала. Всем приятной игры, кучу эмоций и хорошего дропа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok